Медведь Смена времен года вызывает перемены и в организме медведей, что позволяет им жить в труднейших условиях и вырабатывает суровый характер. Жизнь медведя – постоянная борьба. Семь центнеров живого веса, боевой дух и жестокость всецело подчинены ритмам природы. Умня. 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 ДИКИЕ ОХОТНИКИ МЕДВЕДИ Бурый медведь находится под влиянием времен года. Его образ жизни и особенности поведения меняются в соответствии с окружающей средой и климатом. Хотя землю еще покрывает толстый слой снега, с приходом календарной весны медведи просыпаются. После спячки они поднимаются на поиски жертв суровой зимы. Проведя самое холодное время в глубоком сне, медведь теряет не менее трети своего веса. И вот теперь, еще полусонный, он увидел что-то интересное. Оживленное карканье ворон – хороший признак. Они чуют запах пищи. Медведю нужно срочно восполнить силы. И эти останки лося – отличная возможность. Не часто бурому медведю попадается столько свежего мяса, заботливо замороженного самой природой. КОНЕЦ 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 Пока бурые медведи насыщаются, где-то на севере, где зима еще беспощаднее, начинается таяние медленно, но верно. Льды отступают, и медведи направляются к твердой земле. Полярные медведи, самые крупные и сильные среди сородичей, тоже подчиняются ритму природы. Однако самцы не впадают в спячку даже в разгар зимы, когда температура опускается ниже минус 40 градусов. Белые медведи – единственные сверххищники Арктики. Порой им приходится довольствоваться такой малостью, как крошечные, но многочисленные лемминги, у которых под снегом есть сложная система нор. У белых медведей – безошибочный нюх. Один из лучших в царстве животных. Тюлени они чуют за целый километр. Пока этот острый нюх засек какую-то мелочь грызунов под слоем снега. При весе около тонны белый медведь – один из опаснейших наземных хищников. И все же охота на грызунов – сплошное разочарование. Для такого крупного зверя ловить всякую мелочь – та еще головная боль. Тем временем отточенная техника лисы приносит ей успех. Лиса – настоящий спец по отлову мелкой живности и редко уходит с пустым желудком. Как раз теперь она не голодна. И потому убирает добычу в природный холодильник, где продукты никогда не портятся. Лисий холодильник очень удобен для медведя. Здесь он охотит пищу, не прилагая особых усилий. Откуда только взялся этот сорокопут? Придется медведю поискать еду в другом месте. А в леса, расположенные южнее, весна уже пришла. Родившиеся в этом году медвежата наконец-то смогут выйти из берлоги. Они еще не разобрались со своим снаряжением. Лапы, кажется, попались на два размера больше. Раннее детство протекает у них в сплошных развлечениях. Почти все время заняты играми. И всегда под строгим присмотром матери, которые очень хорошо известны опасности окружающего мира. Почти два года она будет беречь и охранять потомство, не теряя бдительности. Малейшая невнимательность может привести к самым трагическим последствиям. Большая опасность для медвежат крупные самцы, привлеченные медведицей. Мамаша без церемонии их прогоняет. Но опасность бродит рядом, даже пока мама кормит малышей. Кормит она их несколько раз в день. Мало чье молоко сравнится с медвежьим по содержанию жиров и протеинов. Сейчас молоко – единственная пища медвежат. Их вес 5 килограммов. Но до конца первого года жизни они наберут еще 20 кило. Пока медвежата держатся рядом с матерью, они в безопасности. Для белых медведей весна – непростое время. Лед вокруг тает, и им приходится перебираться на землю. Пищи мало. Эти медвежата еще сосут молоко. и семейство делает очередную плановую остановку. Медвежата голодны всегда. А их мама уже на грани истощения. Проведя несколько зимних месяцев в берлоге и кормя детенышей, она и так сильно похудела. Ей самой нужна пища. И срочно. Запах оленя ее очень привлекает. А немного южнее весна уже принесла свои привычные заботы. Голод, потомство, которое нужно опекать, и грядущий сезон спаривания. Жизнь бурого медведя – сплошные хлопоты, переживания и буйства гормонов. Они собираются там, где много пищи. На первый взгляд, довольно спокойная компания. Но нужно быть начеку. Некоторые санцы уже готовы спариваться, устраивают серьезные потасовки. Если взрослые могут отразить нападение, ведь их силы примерно равны, то для медвежат положение серьезное. С diabetes Rigjaевán Медведицы опять докучают самцы. Кажется, все под контролем. Но вот медвежонок чуть отстал. Трагедия происходит мгновенно. Молодой самец, агрессивный в пору спаривания, убивает малыша. В этот период детоубийство среди медведей не редкость. Крупные самцы, желая спариться, ищут самку. А если у нее уже есть детеныши, то это не более чем легко устранимая помеха. Другие медведи в более теплых краях придумали, как избежать подобных трагедий. У медведей-губачей, живущих в Интии, заботливые самки никогда не спускают глаз с малышей. Субтитры создавал DimaTorzok Маленькая семья держится вместе около двух лет, пока детеныши не подрастут. А до тех пор, при любой опасности или просто когда устанут, малыши поступают совсем не по-медвежье. Залезают на спину матери. Оба медвежонка крепко держатся за густой материнский мех. И здесь их никто не тронет. Для матери это, возможно, утомительно. Но при таком способе транспортировки, дети не рискуют попасть в лапы леопарда, тигра или агрессивного медведя-самца. Весна пришла и на север. Вокруг становится все теплее, пищу добывать легче. В конце весны, начале лета, силы у медведей восстанавливаются. И обриваемые страстями, они пускаются в любовные приключения. Взрослые самцы заняты в основном отыскиванием самок с помощью своего острого нюха. Ради желанной встречи они проходят немалые расстояния. Найдя самку в период течки, самец ухаживает, иногда несколько дней, пока она не согласится спариться. У самки при этом происходит овуляция и возрастает вероятность зачатия. После короткого медового месяца медведь отправится вынюхивать других самок. В этих широтах весна перетекает в лето за несколько недель. А в арктических все происходит очень быстро. Растение торопится расцвести и всего несколько дней среди сурового ландшафта царит весна. Местность кажется белым медведем чужой и неуютной. Белый медведь – плотоядное животное, но от безысходности готов есть и водоросли. Однако его острый нюх сообщает ему хорошую новость. Свежая мертвичина избавит его от вегетарианского меню. Мертвые детеныши кита – желанный деликатес. Запах плывет по берегу, привлекая других медведей, которые охотно присоединяются к трапезе. Надолго еды не хватит. Взрослый медведь может съесть за день до 30 килограммов мяса. Медведица потихоньку поправляется и набирается сил. Детеныши тоже быстро растут и накапливают жир, без которого не выжить зимой. В северном полушарии смена времен года неотвратима. Но бурых медведей это не смущает. Медведи постарше знают – скоро придет лето, со всеми его дарами. В плане питания медведь может быть непредсказуем. В суровом климате или в условиях конкуренции он ради выживания использует любые средства. Очковые медведи – единственные представители медвежьих в Южной Америке. Они живут в лесах почти на всем протяжении огромного андского хребта. Характер у очкового медведя не такой уж кровожадный. Обычно этот 100-килограммовый охотник готов бродить по горным лесам в поисках любимой добычи – спелых плодов. У очковых медведей есть две особенности. Во-первых, они прекрасно лазают и часто кормятся в кронах деревьев. Они лучше всех прочих медведей приспособлены к древесной жизни. Иногда они забираются на деревья, просто чтобы погреться на солнышке и отдохнуть на ветках среди плодов. Другая особенность андских медведей – среди сородичей они едва ли не главные вегетарианцы. Около 90% их рациона – листья, плоды и клубни. Впрочем, существуют медведи, чья диета еще более необычна. Они обитают в горных областях Центрального Китая. Их рацион полностью состоит из бамбука. Гигантская панда. Панда тоже весьма необычный медведь. Они питаются по-вегетариански. 99% пищи – растительность, в основном бамбук. Пищеварительная система панды приспособлена для поедания большого количества растительной пищи. Гигантской панде приходится переваривать почти 40 килограммов бамбука в день и тратить на еду по 14 часов в сутки. Ради такой уникальной диеты панда завела себе удивительное приспособление. Шестой палец. На самом деле это видоизмененная кость запястья, благодаря которой животное быстрее управляется с бамбуком. Бурые медведи – полная противоположность панд. Они приверженцы разнообразия. Более того, они порой вовсе не похожи на игрушечных мишек, обязанных им своим появлением. Пока они маленькие, они учатся драться, как для защиты, так и для нападения. Это важная часть их жизни. У них один естественный враг. Другие медведи, которые могут быть больше и сильнее. Благодаря дрочливости и умению адаптироваться, эти медведи – самые распространенные. Они живут в Северной Америке, России, Европе и Азии. В общем, медведи любого вида имеют свои пищи. Медведи любые предпочтения, но обычно довольствуются тем, что могут найти. Медведь-губач, обитающий во влажных индийских тропиках, отлично умеет пользоваться лесными ресурсами. Но и у него есть свои пристрастия. Он любит охотиться в лесу, особенно заглядывать под камни. Когти у него необычайно длинные. Крепкие и кривые, они отлично приспособлены ворочать тяжелые камни. В тропических джунглях Юго-Восточной Азии геруанг, он же малайский медведь, тоже ищут спелые фрукты. Крепкие и кромки Юго-Восточной Азии Здесь он может наткнуться на необщительного орангутанга. Но соперничать им не придется. Орангутанги не могут есть твердые плоды, которые жадно поглощают медведи. Беруанг предпочитает джунгли. Он самый маленький и легкий медведь. Вес взрослой особи не превышает 60 килограммов. Благодаря этому он отлично лазает. В поисках мелкой добычи, в основном насекомых и разных плодов, беруанг взбирается на самые верхние ветки. У него мощные лапы и челюсти. Он с легкостью добывает все, к чему его приводит острый нюх. Кажется, здесь, под корой, прячется что-то вкусненькое. Стоит беруангу засечь добычу, ему ничто не помешает ее достать. Для небольшого и быстрого медведя в джунглях масса интересных возможностей. В северных широтах неумолимо наступает зима. И медведям нужно тщательно готовиться к наступлению холодов. Если медведь не накопит в организме достаточно запасов, чтобы выстоять против морозов, зимой он погибнет. Вот он, момент истины. Готовясь к зиме, годовалые малыши усердно сосут материнское молоко. Очень густое и питательное. Взрослые этого блага, конечно, лишены. И потому в лесах Северной Америки зиму нужно встречать во всеоружии. Олений крик возвещает приближение осени. Барибалы, самый многочисленный вид, посвятят ближайшие недели поеданию плодов. В виде сладких фруктов и ягод барибал может усвоить до 20 килокалорий в день. Подвижными и чувствительными губами они с легкостью собирают ягоды. У бурых медведей тоже очень ответственное время. Подготовка к тому, чтобы одолеть зиму, ведь несколько месяцев они не будут есть. Бурые медведи мастерски пользуются тем, что может дать им природа. В этом ресторане есть и другие клиенты. Но когда появляется большая стая лососей, тюленям приходится уступить столик более крупным хищникам. Нетерпеливые медведи пытаются ловить в устье реки, но это непросто. Пернатые смотрят и ждут. Они, как и медведи, всеядны и знают, в этой кучереме им перепадет достаточно объедков. День сокращается. У медведей начинается период безумного обжорства. Они едят и пьют, пока хватает места. Самые опытные медведи ждут лососи в месте сужения реки. Здесь ловить легче. И все же лососи быстрые и скользкие. Чтобы их ловить, нужны хорошая реакция и отточенные навыки. Медведи-старики – настоящие мастера. Медведи-старики – настоящие мастера. Медвежата смотрят и учатся. Мать дает им повозиться с крупным лососем. Нужно учиться. Это трудно, а у мамы получалось так легко. Играет эльфа. Медвежата растут, и мать, как опытный педагог, дает им все более сложные задания. Годовалые медведи сдают первый экзамен. Сумеют ли они сами поймать рыбу? Эта мама может гордиться. Летом и осенью, за счет метаболизма, медведь тратит на еду три четверти суток. И по сравнению с весенним периодом, его вес возрастает на 70%. Каждый день ему приходится съедать до 50 килограммов плодов или убивать десятки лососей, поедая лишь самые жирные части. Кожу, голову, икру. Именно теперь медведи наедаются на весь остаток года. Особенности медвежьего метаболизма позволяют откладывать почти все, что он ест, в жировые ткани. Объедки после рыбного пира не пропадут в пустую. Местные птицы очень благодарны за питательные остатки. Тем временем в дальних северных краях начинаются снегопады. Белые медведи радостно встречают зиму. Очень скоро они смогут вернуться на льды и охотиться на тюлени. А для бурых медведей зима означает иное. Им пора прятаться. Они наелись сладких плодов, жирного лосося. Пора и честь знать. Время залечь в темной берлоге. Чтобы весной, со свежими силами и воспрянув духом, вновь отправиться на охоту. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Олег Белов. Продолжение следует...